Ну и всем привет, с вами Павлин и добро пожаловать на мой новый пятый чемпионат Юбилейный по сути чемпионат, потому что уже пятый, пять это юбилей, да? Так вот, а еще этот чемпионат надо сказать, что был собран по сути месяц назад И снимаю я его собственно полмесяца назад, просто видео вот вышло Какого он там должен выйти? 1 июля, да? Ну получается так, давайте я вам все-таки тогда наверное еще покажу тирлист, по которому создавалось это Ну вот такой вот тирлист получается, ограничение по баллам это 15 То есть все команды стоят по 15 баллов, точнее не более 15 баллов, меньше если что можно А вторых команд я выбирал сам, а точнее более близких мне людей из зрителей моего канала как раз таки, из подписчиков Ну и выдал им право создавать команду, пригласил Кстати один человек по итогу очень долго не отвечал, неделю спустя где-то он только смог ответить Но его команду я уже отдал другому человеку, это конечно обидно, но что поделать, все-таки так долго оттягивать я тоже не мог Ну что ж, давайте тогда перейдем к первому сражению, о всех следующих новых денег расскажу по мере самого видео Команда Арлена против команда Соди и Ксилы Первый раунд, и я заранее поясню то, что если что, Примуэлл вторая, это должен быть имитатор Примуэлла, который стоит плюс 1 балл Но, просто чтобы она была сразу с Аурой, я ее прописал через сам код Легкий раунд для первой команды, в любом случае, потому что там Примуэлла на утатки от всех обычных зомби А вот у вторая команды более интересный состав Тут у нас есть сладкая картошка, чтобы притягивать зомби к себе И арахис, чтобы сдерживать также зомби, ну и небольшой прямой урон Основной урон тут это Покор Первый раунд вообще состоит из щелкунчика, который кричит орехи, но не картошку Двух ведроголовых и трех конусов Для Покора это все легко И по поводу первой команды, еще также я скажу То, что я совсем недавно, по сути, узнал о том, что Примуэллу понерфили Причем очень сильно, вы увидите это все в этом видео как раз таки Счет 3-3 пока что Следующий раунд, это тоже прямой урон, по сути Но этот прямой урон у нас рассчитан именно на соло То есть, каждый растений должен справиться самостоятельно против своего зомби Против именно ведроголовых И вот тут я уже заметил очень большое различие между тем, что я видел в последний раз, когда играл А именно то, что Примуэлл не атакует, оказывается, по флангам Что я выясню позже, это еще то, что она не атакует крейки по зомби по типу Гаргантюа Но зато может оттянуть некоторые машины Зомбонник, а раз таки не в счет Так, вторая команда И тут уже, по сути, для этого раунда все плачевно Потому что именно с драголовым тут может справиться только Покора Сейчас давайте досмотрим до момента, когда зомби доходит до Покора, чтобы увидеть, как его убьют А после я просто перемотаю уже, когда Батат вместе с Арахисом почти съедят Ну, это не спойлер, это, думаю, очевидная вещь как раз таки Покора тыкает, тыкает, тыкает И убивает, но надо бы сказать, с трудом почему-то Ну не то, что с трудом, а просто как-то долго, мне кажется Латук бы это сделал куда быстрее Ну и вот мы видим, как Арахис и Батат уже съедают Счет 6-4 Отрыв уже 2 балла А только второй раунд Пять раунд Вот он мне создал Алимс ПВЗ По сути с ним мы раньше не общались, да и мой канал он не смотрит Но он мне прислал ссылку на Тирлист Именно где можно создать Тирлист на Тирлист Мейкере Полный Тирлист, то есть где вообще все растения И просто на благодарность даже, он конечно что-то еще не знает Я выдал мне право создавать команду Ну просто он слишком быстро откликнулся И человек, как я заметил, очень добрый, общительный Поэтому он явно достоин того, чтобы создавать свою команду И вот, кстати, для первой команды, что мы увидим в этом раунде То, что это уже большая проблема Потому что за фланги, по сути, отвечает одна Амела Но, к счастью, в этом раунде он справляется Но посмотрим, что будет после Вторая команда Ну тут, думаю, для коней секрет, что будет с флангами Они все перетянутся к Батату Потому что у Батата такая, собственно, способность По крыльку, смотрите, что с робоконусом Что с двумя конусами, которые сейчас придут с флангов сюда Ну только вот, надо я это буду сделать как можно быстрее Чтобы Батат не съели А то у него ХП поменьше, чем у обычной картошки, насколько я помню Вот Тризомби уже грызгут Батат Покра делает, что может Арахис немного помогает Обычных конусов уже нету Но робоконус уже грызет до сих пор Батат И тот уже почти съеден И Покра не успевает защитить своего друга Свой Батат И минус 1 балл Счет 9-6 Отрыв уже 3 балла Четвертый раунд Его мне создал Диего Он, точнее, предложил просто кирпичеголовых и импов Но я добавил интереса, кину сюда плиту Сам Мелый специально не атаковал А иначе бы импы рассоединились и пошли бы по флангам А по флангам она не успевает их убивать Вторая же команда Результат заранее был уже очевиден К Покре они подойти не успеют А именно, чтобы Покре начал атаковать Иначе бы не грызли Батат А Арахис с ними не справляется 12-6 Отрыв уже 6 баллов Это в 2 раза в данном случае Пятый раунд И он предложил Ардум А именно, как раз эти авторы данной команды Которая сейчас сражается А Мелла сразу потушила двух ветеранов Ну, а когда они перешли на центр Естественно, с ними Приму легко справиться Вторая команда Ну, не знаю даже, что тут может быть Покре надо как можно быстрее их убить Чтобы те хотя бы Арахис не сожгли С Бататом, думаю, очевидно Они подошли к Арахису и тоже его сожгли Но хотя бы сама Покра уже выжила Хотя бы 1 балл команду он сорвала Счет 15-7 Пока что счет Грустненький, так я бы так сказал Шестой раунд Раунд с зомби сотого уровня То есть прямым уроном просто тут никак не выиграть Но Примула их легко тащит А вторая команда Ну, вы так же понимаете Покра, конечно, да Очень хороший дамаг в секунду наносит А Латук лучше, как по мне Но, да, конечно, не сразу по нескольким зомби Но все же Зомби сотого уровня, Покра не справится А вот Латук, думаю, был лет за 100, наверное Но справился Потому что он просто долбил бы и долбил маслом И выиграл бы атак Ну, ладно, все-таки Покра и Латук Они почти рядом стоят Я жесткий хейтер, Покра На самом деле А Латук, я большой фанат Думаю, по аватарке, это понятно Но это поражение этой команды Счет 18-7 Седьмой раунд Раунд с вот таким вот Таянским конем, как я его считал Потому что тут вообще все защищено было Но Амелия была на это все равно как-то Там, кстати, даже внутри Макс сидит Снаряды сверху отбивает Один зомби с щитом И дама с зонтиком Спереди Снаряды отбивает как раз таки Зомби с лопатой И сбоку у нас просто прикрывает Снобби с другим щитом Но сбоку он, естественно, не прикрывает Это я просто фафану сделал Ну, а маг еле как идет Почему я поставлю дамага? Ну, потому что Иначе бы это Любой ближний бы просто справился Тогда с этой командой бы Снобби тут дохлые Счет, кстати, 21-7 уже Отрыв в три раза уже Три раза Так, восьмой раунд Тут раунд с очень интересной механикой А именно то, что Забой за счет своего большого хитбокса Может становиться неудивимый И при этом ехать впереди Зомби-суперзвезды Но, как вы видите Примула тоже все-таки не глупая Она утянулась с начала этого зомби Но машина, кстати, не атакует Что для меня, кстати, тоже было новой Но Амелла атакует И помогает своей команде Вторая команда Тут все надежды лишь на покру Зато на примере Рахиса, кстати, видно Очень прямо и буквально В чем заделок самого раунда В том, что Зомбонь С учет своего большого хитбокса Прикрывает зомби Которые делают ее неуязвимой, собственно Ну, конечно, любое Растение с пронзающей атакой Легко законтрит эту механику К примеру, как сама Покра Она легко убивает этого зомби А после легко начинает Расправляться с самим Зомбони Зомброни она очень медленная Но и тоже непрочная, как видите Карафису она почти подъехала Почти раздавила Но нет, Покра смогла спасти его Наконец-то, хотя какие-то баллы Команда получает Счет 24-9 Девятый раунд Это раунд с римской катапультой И как вы видите Первая ваза уничтожает Именно что уничтожает примул А это минус один балл команде Потому что за уничтожение Самого растения Без использования его способности С командой снимается балл Вот такая вот механика И у нас уже больше нету примул Осталась одна амела А ваза еще три должно прилететь Он в зомби пройдет Амела только перезарядилась Надо, чтобы он убил сразу двух И она это делает И последний зомби Что мне ведроголовый? Это обычный зомби Команде надо бы сказать Очень сильно повезло в этом раунде Два балла она точно сорвет Один балл она, конечно, потеряла С счет потери одной из примул А именно имитатор примул Просто она цветная Вы не понимаете Так вот Ну да Два балла команда получает Вторая команда Батат, конечно, выдержит пару ваз Но явно не все пять Ну а покры легко, думаю, справится с этим раундом Какие бы зомби тут не были С видоголовыми она легко справляется А с конусами или с обычными зомби Она справится уже подавно И как только уничтожится батат, а он уже уничтожился И с командой потерял один балл Но Арахис все равно Сможет выдерживать какой-либо урон А в плане именно сдерживать зомби Перед тем, как они подойдут к покре Но я думаю, это тут не нужно Покра будет добивать зомби до того Как они даже подойдут до Арахиса Вот, например, с Дроголового Он даже не успевает подойти И начать его кусать А покра его уже убила А сас один хиллер А нет, не осталось Арахис принес свой вклад, убил его Счет 26-11 Счет, конечно, плачевный Десятый раунд в травм С двумя зомби, которые Должны были сложить растения Сразу, но Нет, я очень профессионально Выстрелил Амелый А Примулу тянуло Зомби Задрота Задрота, да Задрота только я Так, ну вот Батат во второй команде Зомби нас уничтожил Остался лишь один зомби С техслужащий по поддержке И тот кидает ноутбук Убивает покру Сейчас тоже был яростно Начать грызть Арахис Но Арахис его добивает Один балл на команда выиграла 29-12 счет Одиннадцатый раунд Это раунд на экстренную оборону А именно, когда зомби уже Сразу начинает кусать И первая команда не справляется Ну хотя бы атаку назад Приму не выбрали уже что-то Вторая же команда Тут надо бы Похри как можно быстрее Всех этих зомбер скосить Главное было защитить себя Остальные Растения все крепкие Ну хотя бы где-то Три балла команда получил Счет 32-15 Отрыв уже снова больше Чем в два раза И эти два раза уже куда больше Амела в двенадцатом раунде Выбивает сразу тех Зомби, которые тут были Я даже не успел ничего сказать А вот на второй команде Мы уже посмотрим этот раунд Этот раунд я назвал Air Raid Как секретную мини-игру В первой части ПВЗ Так, ладно Без этого Мои глупые части будем Без моих глупых шуток Ну вот Тут все зомби Проходят воздухом А некоторые Арсения могут Атаковать по воздуху В этом интерес Но точно не бог Которые убивают Убивают всех этих зомби 35-17 счет Хотя бы как-то Но он сокращается Совсем немножечко Чуть-чуть 13-й футбольный раунд И тут Амела уничтожает Old Star А точнее Суперфан Который упнул Old Star Я пытался Вдеселить Но не успел Вторая же команда Тут выстрелили в Батат Батат выжил Но Old Star все-таки Добил его Не смог им Суперфан Но Old Star смог Но А Соло Old Star Который не убежит Не предоставляет опасности Счет 37-20 А Триф уже поменьше Чем в два раза Есть чему им гордиться 14-й раунд Это один раунд Пока же у нас Тут только один Диносавр Примылу тяну Одного из зомби Тем самым Команда получила Выигрыш Хотя я думаю Без этого Они бы тоже выиграли Вторая команда Тут плачевна Единственное Растение Которое наносило Стоящий дамаг Вылетает Как и надежда На победу Оставшиеся зомби Чтобы догрыть сначала батат А потом догрыть арахис Для вас Я ускорил это в два раза Чтобы хотя бы Как-то время не тянуть И так Как я сказал Поражение неизбежно Счет 40-20 Снова в два раза Ведь в два раза Уже куда более крупные 15-й вводный раунд Амел сразу Уничтожает всех В мелких зомби Примыл утягивает Кого смогли Рыбак тонет Легкий раунд Для первой команды Вторая команда Куда более интересное Сражение будет Потому что тут Команда не такая сильная Как по мне Визавит пожалуйста Диксела Октопус покрыл Одно растение Все мелкие зомби Уходят на сушу Рыбак что-либо Утягивает Октопус Сейчас вроде должен Снова бросить кальмара Да, бросает его на покру Рыбак спасает покру Сершеры раздавили Одно из растений Рыбак утянул батат И Октопус Покру с многом Счет 43-20 И снова Отрыв 23 балла 16-й раунд Третий раунд Зомби Йети Очень интересный раунд Так как Йети с арен У него Очень много хп Не помню точно сколько Ну вот Тут собственно все баллы Будут даваться За каждую стадию разрушения А точнее у него Их 3 стадия разрушения И сама смерть То есть 4 балла За потерю растения Тут баллы не снимаются В сравнении С раундом С каргом Одного повреждения Третья стадия разрушения Уже есть У него На руке Виднейся железо Вторая стадия разрушения Уже есть Он потерял Полную здоровье Рука отвалилась Ну и батат Он тоже съел Он начинает Трапечничать с арахисом И вот этот момент Я понял Что он почему-то Уходить Не вообще не хочет Третья стадия разрушения Уже есть У него Виднейся железный глаз Натака может Быстрее его добить Иначе он Уже может Даже съесть По саму и боку Потому что арахис У нас там еле живой Бок расправляется Добивает его 4 балла Счет 43-24 И вторая команда Команда судей Слышна На это набирает Какие-то обороты Так 17 раунд Раунд с каргом Тут я поставил Как видите На дальних флангах Сомби маленьких Чтобы Какие-нибудь Гибнокапусты Или Электрические Голубики Атаковали именно их А не карга Чтобы надо было Чтобы повезло И тут также Говорить они что Правда не будет Атаковать карга И да Как видите Они не атакуют его Одной амелли Я думаю С ним не справится Амелла старается Что-либо делать Вносит какой-либо урон Замедляет его Кстати Гаргунтяя Именно что уничтожает Примулы Хотя Тут думаю Если бы Даже команда Проиграла Естественно Балы бы снились И да Я не успел Выстрелить за примулу Я думаю Вряд ли бы Этот выстрел Его добил Поражение Минус 4 балла Все Вторая команда Тут я способен Чуть-чуть поторопил Гарга Именно подкинул К растениям Чтобы Хотя бы Чуть-чуть Поменьше Вам ждать Как и меня Собственно Чтобы Бокра Как можно Быстрее Начала его Бить Батат Это во мне Древний сценарий Его Гарга уничтожает С одного удара Арахис Такой же Если он к нему Подойдет То арахис Тоже будет Уничтожить С одного удара Один балл Команда Потеряла Но За убийство Гарга Команда Получит себе 4 балла За выкидыш Импо Только 2 Второго растения Уже нет Это минус 2 балла И если Команда Сможет убить Гарга То это Хотя бы 2 балла Но команда Сорвет Гарг замахнулся Но Не смог Ударить 2 балла Команда Выигрывает Счет 43-26 И Последний Раунд Транс Со спамом Тут спам Чуть-чуть Поинтереснее На передних Линиях Идут конус И неизвестной Причине Я перепроверил Код Примулы Самые нижние Почему-то Были неактивированы Хотя в коде Неактивированы Ну давайте честно Я переграл этот раунд Переграл даже Не один раз Потому что Считал то что Поражение команды В этом раунде Это моя вина Потому что Амела Как-то не так Выступила Но переигралок Был слишком много Что я только не делал Команда В любом случае Проигрывала По всем линиям Так Вторая же команда Ну тут вы видите Покру А Покру это что? Покру это Хороший дамаг В секунду Именно по кучке зомби Даже не успею Туда и подойти Да все так было Куча голов посыпались И напоследок 5 баллов Команда собрала Смотрим на финальный счет Финальный счет у нас 43-31 И под конец Команда Судья Иксел Набирала какие-то обороты Может если бы она так делала С самого начала То Было бы хорошее Стоять первое число А так Я думаю С самого начала Было понятно Кто выиграет К сожалению Но все равно Сражение было Как по мне Чуть-чуть Даже не чуть Может интересным За счет того Что раунды новые Это только старт Пятого чемпионата И поздравляем Команду Арнольд С проходом В полуфинал Не буду особо Тянуть время Поздравляю Марлона Еще раз с победой Можете подписаться На мой канал На ютубе Поставить лайки Поставить колокольчики Пишите главный комментарий Комментарий Всегда очень интересный Что бы вы там Вообще не писали Мне просто интересно То что меня смотрят Живые люди Интересно общаться Также заходите В телеграм чат Где вы можете Общаться со мной С другими подписчиками И следить за насями В телеграм канале Ну и так же поддержать Меня материально Натанатилон Алерт Ссылка на которую Тоже есть в описании Ну что ж Не будет ли на сильно время А то я уже буквально Лью воду Поздравляю Марлона С победой уже Третий или четвертый раз И на этом я буду заканчивать Увидимся с вами В следующий понедельник Пожел вам всем удачи И всем пока-пока